друзья привет мы начинаем наш эфир начинаем наш эфир я жду когда вы присоединитесь и присоединиться кристина кристина с которой мы вместе его проводим этот эфир прежде всего для и чаров карьерных консультантов психологов и тех кто хотел бы работать как карьерный консультант кого интересует эта практика так кристина сейчас должна тоже присоединиться я отправила что-то что я надеюсь на супер друзья здравствуйте я думаю слышно да вас прекрасно видно слышно единственная у меня такая практика я очень плохо пишу тему эфира друзья если кто-то здесь может написать за меня вот комментарий который звучит таким образом зачем психолог зачем карьерному консультанту психология я вам буду очень благодарна я просто прикреплю а этот комментарий это просто я очень плохо делаю я всегда делаю что-то не то когда я пишу тему поэтому я прошу это сделать того кто присоединился и очень благодарю друзья жду ваш комментарий для чего карьерная консультанты психология если кто там не может я вам пока представлю кристину кодря вцева я у крестины супер большое спасибо дарья сейчас я прик крупную ваши комментарии опять прикрепить комментарий супер спасибо большое я представлю вам крестину я у крестины а обучалась психологии целый год и от основателей европейской школы психологии сейчас мы вместе делаем курс для карьерных консультантов карьерный консультант 3.0 возможно кто-то уже был на наших интенсив и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, 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 так. А сейчас? У меня сейчас отлично вас слышно, не знаю, как... Да? Друзья, напишите, пожалуйста, меня себе тоже, у меня нет, как бы, уведомления о том, что плохая связь, видео смазанное. Ну, немножечко, ну, то есть не очень четкая, но, в принципе, все ок. Так, окей, друзья. Все, сейчас идут плюсики, это значит, что все хорошо видно, слышно. Супер, друзья. Поставьте еще единичку, если вы начинающий или практикующий карьерный консультант, и поставьте двоечку. Самое главное, чтобы было хорошо слышно. И поставьте двоечку, если вы... Камера съехала, боже мой. И поставьте двоечку, если вы не карьерный консультант, а просто психолог или вообще просто здесь для общего развития. Так, все, друзья, супер. Я надеюсь, что все будет хорошо. Ну, в общем-то, давайте тогда начинать. Кристина, буквально пару слов, если вы можете рассказать, там, буквально, там, одну минуту о себе. Дальше я продолжу, и потом разберем кейсы. Окей. Друзья, здравствуйте. Меня зовут Кудрявцева Кристина. Я, как уже Наталья сказала, психолог, также руководитель Европейской школы психологии. Мы обучаем профессиональных психологов и специалистов для бизнеса на базе психологии. Ну, вот это, если коротко, о себе. Вот. Ну, и потом, наверное, расскажу в нескольких словах о психологии в карьерном консалтинге. Зачем это вообще нужно? Так, для чего... Давайте я тоже расскажу. Для чего я вообще пошла обучаться психологии, как это немножко повлияло, немножко, значительным образом повлияло на мою практику карьерного консалтинга. В общем-то, у меня были две, скажем так, ну, проблемы, которые я хотела бы решить. Две ситуации. Значит, первая ситуация – это больше про свое внутреннее какое-то состояние, потому что, когда ты ведешь большой блог, у тебя постоянно люди пишут комментарии, ты работаешь с большим количеством людей, это, ну, скажем так, может вести к определенному выгоранию, если определенным образом не работать надо вот своими эмоциями, скажем так, потому что, может быть, со стороны действительно это кажется весело и круто, но в реальности вот из-за того, что ты постоянно работаешь с людьми, это может на тебя каким-то образом влиять, да, на твое какое-то настроение в том числе. Поэтому я хотела, первое, понять, скажем так, лучше про себя, чтобы абстрагироваться от каких-то определенных там вещей, да. Хотя, в принципе, я сильно никогда особо не реагировала на людей, которые писали, например, ужасные комментарии или что-то еще, но, в общем-то, я знала, что есть еще поле, когда мне может стать вообще абсолютно все равно, да, на определенные вещи. И, кстати, я знаю, что некоторые там мои подписчики, которые давно, они заметили, увидели, что мне вообще стало там еще больше все равно и так далее, что мне там лень там куда-то реагировать и так далее. Поставьте, кстати, плюс, если вы это заметили. Кто-то там писал, что немножко там как-то изменилось мое, я стала не такая категоричная, как мне сказали. В общем-то, вот это было первое направление. И второе направление, я надеюсь, что меня прежде не услышно, и второе направление у меня был такой вопрос. То есть я понимала, что я работаю с клиентами, я даю им результат, но вот все же, если вы здесь карьерный консультант, вы там психолог или вы вообще работаете с людьми, то вы, вот если по-честному, то вы не сможете отрицать того факта, что когда к вам приходит клиент, вы про него что-то думаете. То есть вы, вот я всегда старалась быть очень объективной. Объективность – это типа моя фишка, я должна быть нейтральной и вообще не испытывать никаких эмоций по отношению там к разным людям. И мне в какой-то момент я заметила, что стало это тяжело даваться. То есть вот особенно если вы работаете с людьми, вы задумаетесь, да, как вам, когда приходит человек, все равно у вас возникает какое-то суждение о том, что вот, например, сейчас он 100% вот этот получит работу быстро. Вот поставьте плюс, у кого это есть. Если вы поставите минус, я уверена, что вы будете обманывать. Ну, в общем-то, есть вот это какое-то мнение о том, что да, вот какой классный человек, 100% он сейчас получит быстро, да, используя мои методики, а вот с этим нужно подольше поработать, да, думаешь ты. Или иногда возникает такая идея, что вот приходит клиент с той же самой проблемой, но у меня был вопрос, почему с одним все происходит быстро, а с другим возникает какое-то вот долгое, более, скажем так, тягомотное какое-то состояние, и тебе нужно его, вот почему он так не реагирует, как другой, например, да, почему эти вопросы, которые я стала себе задавать. И на самом деле, когда я пришла вот учиться психологии, для меня было большим, просто наигромаднейшим откровением, что то, что я чувствую по поводу клиента, это вообще про клиента очень часто. Ну, не только про него, но, в общем-то, про него в большей степени. Эта идея и вообще кардинально поменяла то, как я стала потом работать с клиентами. То есть я повторюсь, когда ко мне сейчас приходит клиент, я никогда не начинаю его спрашивать про его детство, про его родителей и так далее. Но я начинаю, скажем так, как, знаете, два глаза. Одним глазом смотреть, что мы делаем с резюме, а другим глазом, в общем... Даже если мы это не озвучиваем, я увидела, что это имеет наиболее, скажем так, крутой эффект. И, в общем-то, здесь я передаю слово Кристине буквально вот, чтобы она объяснила, что это вообще такое, да, ввести какую-то вот, прежде чем мы разберем какие-то кейсы, пресуппозицию, да, о том, что это вообще такое, как это можно объяснить. Смотрите, первый миф, который хочу развеять, это про то, что очень у многих есть такое понимание, что психолог — это тот, кто копается в прошлом. Ещё есть вообще замечательное про то, что... Ну, такой миф замечательный. Разница между психологом и коучем. Психолог работает с прошлым, а коуч — с будущим. Ну, в общем, это вот вообще не имеет никакого отношения к действительности. Профессиональный психолог работает здесь и сейчас исключительно и всегда. Если мы говорим о профессиональном. Да, такая работа иногда может потребовать некий экскурс там в прошлое, но это уже, если глубоко терапевтическое. Но профессиональный психолог работает с тем, что есть здесь и сейчас. А именно с теми отношениями, с теми состояниями, с теми мыслями, чувствами, образами, которые возникают здесь и сейчас. Подумайте, пожалуйста, вот вспомните, в течение дня вы контактируете с разными людьми. И почему-то с одним человеком вам легко и приятно. С другим человеком вы чувствуете себя какой-то зажатой, деревянной, ни одна мысль вас не посещает и отупевшей полностью, или отупевшим. С кем-то у вас просыпается просто поток креатива, вы гениальные какие-то идеи на гора вы даёте и так далее. В общем-то, и в течение дня вот эти внутренние состояния, они постоянно меняются, как будто бы вы из одного в другое переходите и так далее. Наш сознательный ум привык это связывать с внешним. Вот что-то внешне случилось, вот он мне сказал комплимент, и я почувствовала вот это. Он мне сказал что-то плохое, я почувствовала вот это. Но если мы обратим внимание, мы увидим, что большинство тех состояний, мыслей, чувств, переживаний, которые возникают у нас внутри в течение дня, они приходят как будто бы сами по себе. Вы сидите, общаетесь с человеком, вдруг вы вспомнили что-то, вдруг вы почувствовали вот так вот, вдруг у вас вот такая мысль в голове пришла. И мы можем задать себе простой вопрос, откуда приходят те или иные мысли, откуда приходят те или иные состояния. И психология, профессиональная психология дает на это понятный ответ, что в том числе, когда мы коммуницируем с другими людьми, мы обмениваемся внутренними состояниями, мы обмениваемся психическими состояниями, то есть мыслями, ощущениями, чувствами, образами. Это составляющие психического состояния. Психического состояния. И, соответственно, это то, та невидимая. Да, есть вербальное общение, то, о чем мы говорим, но это очень просто. Есть невербальное, это наши жесты, мимика и так далее. А есть третий уровень общения, который называется в профессиональной психологии проективной идентификации, это когда мы напрямую передаем другому человеку то состояние, которое есть у меня внутри. И это та информация, которая помогает увидеть на самом деле, что происходит внутри человека. То есть, потому что мы говорим то, что нам, ну, то есть, такая верхушка айсберга, да, люди много чего говорят. И вот, по сути, работа вот с этим уровнем общения, это и есть работа профессионального психолога, которая меняет состояние человека. Меняется состояние, меняются внешние результаты. И она, повторюсь, про здесь и сейчас, там никаких погружений непонятных нет. Это очень-очень практический такой момент. Так, супер, друзья, поставьте плюс, если вам это понятно. У меня, правда, начал сверлить сосед. Я надеюсь, что он до конца эфира будет не сильно сверлить. Поставьте плюс, если вам это понятно, вот эта идея. И теперь давайте разберем, ну, я думаю, что 100% всем, кто работает с людьми, там, карьерные консультанты, HR-ы, рекрутеры, им это должно быть понятно 100%, потому что вы не можете отрицать, что вы меняете. Это то, что мы называем первое впечатление, на самом деле. Это то, что мы называем, вот, что мы начинаем думать о человеке, когда он заходит. Окей. И вот, в общем-то, в результате, когда я стала это осознавать, да, то, о чем рассказала Кристина сейчас, то я поняла, что я могу работать, скажем так, с более сложными кейсами, с более интересными для меня кейсами, потому что в какой-то момент, ну, вот приходит человек, он весь ресурсный, у него есть все данные, ему просто нужно что-то подправить, скорректировать, улучшить его самопрезентацию. И я знаю, что, ну, вот, 100% он получит этот результат, там, через неделю, две, через месяц. Вызовом стала такая идея о том, когда я могу поработать с людьми, которые, скажем так, не в таком ресурсе, что ли, да. Это гораздо интереснее стало для меня с точки зрения моего личного развития, как карьерного консультанта. И, в общем-то, мы можем сейчас вот рассмотреть несколько кейсов о том, с разрешения клиентов, либо они будут видоизменены таким образом, чтобы это не затронуло, в общем-то, конфиденциальность. И мы посмотрим, в общем-то, и HR-составляющую, и психологическую составляющую. Окей. Давайте начнем, наверное, с кейса про поиск работы. Кейс про поиск работы. То есть я буду рассказывать свой кейс, который у меня был в практике. Какую-то мысль, которая мне пришла во время работы с клиентом, что я там отследила, и Кристина разложит это с точки зрения психологической составляющей. Ставьте плюс, если вам интересно на это посмотреть. Итак, кейс такой. Обычно ко мне приходят, у меня есть сопровождение клиентов, с которыми я работаю месяц. Этот месяц, соответственно, стоит дороже, чем обычный там час консультации. И, в общем, обычно на это сопровождение, которое длится месяц, ко мне приходят люди между средним и топ-менеджментом или топ-менеджментом. То есть это люди, для которых эта сумма не такая существенная. Это люди, у которых зарплата несколько сотен тысяч. И, в общем-то, достаточно успешно мы с ними работаем. И вот я очень сильно удивилась в какой-то момент, когда ко мне на эту программу пришел человек, для которого сумма этого сопровождения – это половина, если не большая часть заработной платы потенциальной человека. В общем-то, клиент был в переезде и находился в состоянии переезда. То есть у него полностью менялась жизнь. Он был в определенном возрасте, что в России, особенно у нас, не всегда тоже позитивно воспринимается. К сожалению, это такой некоторый сдерживающий фактор. К сожалению, у нас жизнь процветает. То есть клиент был в возрасте, он переезжал. И он, в общем-то, вне самой удачной финансовой для себя ситуации, пришел ко мне на программу, которая составляла половину потенциального его дохода. И он был в таком несколько унылом состоянии. Он не очень верил, этот клиент, про то, что сейчас у него все произойдет. И, в общем-то, у нас было несколько встреч, и каждый раз у меня было такое ощущение, что я заставляю человека поверить в себя. То есть мы стали рассматривать вакансии. Вот сюда он не может пойти, потому что нет этого опыта. Сюда не может пойти, потому что нет другого опыта. Сюда его не возьмут, потому что нет еще вот этого опыта. И, в общем-то, конечно, я очень позитивный человек. Вы знаете, я начинаю говорить, да, конечно же, давайте, у вас все получится. На самом деле это так не работает, потому что ты можешь сказать тысячу раз, молодец, у тебя все получится, но внутри человек в это может не поверить, даже если это сказал ему там великий HR-карьерный консультант. И, в общем-то, когда мы вот таким образом работали, первую сессию, вторую, то есть у меня было все время вот это вот понимание, что я как бы, ну, насильно пихаю человека идти на вакансии, на которые он не очень верит, что он может попасть. Хотя я видела, что он может на них попасть. И, в общем-то, где-то в середине этого процесса я стала думать, что, наверное, это будет мой фейл. И, наверное, у нас ничего не получится с этим клиентом. И мне стало, меня стали посещать такие очень нехорошие чувства о том, что я даже стала чувствовать вину перед этим клиентом о том, что вот деньги, которые он заплатил, это, по сути, половина его там возможной заработной платы. И если сейчас ничего не выйдет, то это будет просто ужасно. То есть он переехал из другого города, он, я не знаю, и так он в не очень, скажем так, прочной ситуации. Это нельзя сравнить там с топ-менеджером, который приходит, и для него это не такая большая сумма. И, в общем-то, я стала думать про то, как это ужасно. Даже у меня посетила мысль, что нужно вернуть часть денег. И потом в какой-то момент, в общем-то, у меня был такой внутренний конфликт, я стала думать, нет, подожди, ты делаешь все правильно, ты даешь очень классный инструмент, ты отрабатываешь на 100%, ты вообще-то, ну, стоишь этих денег, и если ты сейчас все правильно сделаешь с этим клиентом, вы станете с ним проработать, то он получит очень классный оффер в Москве, о котором он даже и не мечтал. И, в общем-то, как-то я вот, после того, как я утвердилась, да, в этой идее, все равно еще были вот эти элементы о том, что я стала более жестко себя что ли вести. И, на самом деле, иногда вот я включила в себе какую-то вот такую вещь, да, я стала говорить о том, что когда опять возникла идея, что человек не может пойти на эти вакансии, я стала говорить, что, ну, как бы, вот с этой идеей вообще вы никуда не попадете тогда. То есть я как-то даже очень резко стала говорить в какой-то момент о том, что, ну, как бы, тогда вообще для чего вы пытаетесь. И, в общем-то, когда мы это проговорили несколько раз, все равно наше сопровождение закончилось, и, в общем-то, пока не было никакого результата. И я думала, ну, как бы все. Наверное, все, как бы, ну, наши сессии, количество сессий выбрано. И наша последняя сессия была про то, что, ну, вот, как бы, да, до сих пор человек подает, до сих пор нет большого количества откликов. И, в общем-то, проходит две недели, в таком я состоянии пребывала. Я написала письмо о том, чтобы спросить, как обстоят дела через две недели. И оказалось, что просто человек в этот момент был в моменте уже оффера, просто он боялся там сглазить, был суеверен. И, в общем, для меня этот результат, он был, ну, для меня он выглядел как будто ниоткуда, да. То есть просто человек в какой-то момент пишет, я даже боялась спросить. Я боялась спросить, потому что для меня тоже, я же такой классный карьерный консультант, у меня не может быть фейлов, да. Я только людей привожу к мега-крутому результату. И как бы, я думаю, сейчас вы скажете мне, что это фейл, и как бы это будет ужасно. И просто он говорит, Наталья, вы знаете, я вот смог попасть, мне сделали такое предложение, он говорит про Москву-сити, в котором он теперь находится, он говорит, что для меня это было, как он сформулировал, для меня это было лучшее из того, что я мог вообще предположить. То есть он даже никогда бы не подумал, что с ним это может произойти. И, в общем-то, уровень зарплаты чуть выше, чем на ту, которую он претендовал, не сильно выше, но немножко чуть выше. И, в общем-то, вот интересно теперь посмотреть вот эту тему с психологической составляющей. Классный кейс. На самом деле можно очень много смотреть, но два важных момента хочу, ну, таких вот центральных, то, что увидела. Первый момент. Смотрите, если мы говорим о передаче внутренних состояний, как это происходит, и как вообще происходит, что такое терапевтическая работа. Вот здесь мы буквально сейчас хорошо это увидим. Это никакие не путешествия в детство и так далее. Смотрите, какое состояние включилось, какая мысль пришла Наталье в процессе? Это мысль про то, что я не отрабатываю те деньги, или я там недостойна тех денег, которые мне человек платит. Я не смогу ему дать результат на эти деньги. Если мы уйдем от буквально конкретного контекста, обобщим как установку, да, о чем это? Я недостойна того, что мне дают. Я не смогу дать ценность взамен, да? Это вот о собственной ценности. И что здесь сделала Наталья? Вот здесь это было, если с точки зрения психологии смотреть, это была самая большая работа именно в этой точке проведена. Наталья смогла справиться с этим состоянием. То есть, смотрите, она могла пойти на поводу этого состояния, искать клиенту, например, слушайте, ну вот давайте, не знаю, там часть верну денег или, ну, каким образом это... В общем, она могла пойти за этим страхом, но она выбрала другое направление, и что она сделала? Она сказала, стоп, я достойна этих денег, да? Я достаточно ценна, чтобы брать вот такие деньги. То есть она в моменте трансформировала, она смогла трансформировать это состояние. Это состояние клиентки. Это состояние, которое, в общем-то, создает клиенту или клиентке, я не знаю, кто это был, те внешние обстоятельства, которые клиент получает. То есть отсутствие работы, маленькую зарплату и так далее. То есть я недостойна. И задача консультанта, вот терапевтическая задача, это через изменение своего состояния, да, мы сначала его чувствуем, потом меняем внутри себя, и меняется у клиента. И вот здесь это произошло. Первое, да, что я стоп, я достойна этих денег. Второй момент. Это то, что, смотрите, не вот этот страх, как будто бы потерпеть поражение, да, вдруг это будет фейл. И в какой-то момент у Натальи внутри было, ну, какое-то как допущение этого. Ну, вы так прямо прощали, но это было. Вы сказали как будто, окей, ну фейл и фейл, и пусть так. И это тоже состояние клиента. Она не шла или он не шел вперед, потому что она очень боялась фейла. И когда вы это внутри себя поменяли, даже уже вот, это может быть, смотрите, наше бессознательно работает по-другому, там нет вот жестких привязок по времени, да. Бессознательно вообще времени нет. Время и пространство – это категория сознания. И поэтому мы можем иногда до клиента еще, до буквальной работы это чувствовать, менять. Или после. Это все равно, все равно меняется. Есть очень много исследователей на эту тему, как, ну, в общем, тема уже другого эфира, как-нибудь поговорим про то, как мы можем заранее до клиента что-то прорабатывать и после. Так вот, второй важный момент, который вы внутри себя трансформировали, и тем самым дали трансформацию клиенту, это идея про то, что, окей, ну, фейл так фейл. Ну, вот, ну, как бы как-то переживу, да. Вот, и это тоже очень-очень важным было. Клиенты, если мы говорим о психологической работе, вот как вы с детьми, да, вы можете детям бесконечно говорить про то, что не делай вот это, не делай вот это. Но если вы сами это делаете, дети будут это делать. Они сами делаете, а не на то, что вы говорите. И если мы говорим о работе с клиентами, здесь та же история. Через себя, через трансформацию собственных состояний мы этот опыт даем клиентке, поэтому, ну, в том числе, поэтому произошел тот результат, который произошел. Потому что внутреннее поменялось. Если мы посмотрим, вот, ну, я думаю, многие HR знакомы, да, с инструментом нейрологических уровней, пирамид Агилса, да, мы увидим, что результат, он на самом нижнем уровне находится, да, вверху находятся убеждения, внутреннее состояние и так далее. Меняем там, меняется результат. То есть то, что дает нам уже окружение реальность. Друзья, если у вас есть вопросы по этому кейсу, пишите. Я вижу комментарии. Вернуть деньги, подтвердить, что клиент безнадежен. Это было бы для него подтверждением. Он бы опустил руки. Вот мне тогда так не казалось. Ну, можно, ну, смотрите, вернуть деньги, это уже другая крайность. Но многие консультанты, я провожу супервизии, вижу, начинают переживать. И вот эта тревога, она разрушает клиента. Что сделала Наталья? Она смогла справиться с этой тревогой. Она сказала, стоп, ну, я хороший консультант. И, ну, как-то себя внутри в этом убедить и сохранить спокойствие. Из-за этого поменялось ее действие, да, там, тон другой стал, какие-то более жесткие интерпретации. И, соответственно, другие результаты. Супер. Тогда давайте ждем вопросов по этому кейсу или комментариях, если они есть, и еще раз берем пару кейсов. Давайте возьмем второй кейс. Не про поиск работы, а про повышение. В общем, приходит клиент и хочет получить внутри компании повышение. А те, кто работает с клиентами над тем, чтобы получить им повышение, те консультанты тоже могут подтвердить, что эта тема вызывает, ну, в общем, клиенты часто приходят с той идеей, что они должны сейчас что-то сказать или что-то сделать, чтобы поменялся начальник или чтобы поменялись коллеги. А в результате эта тема требует наибольшего изменения поведения самого клиента, потому что, чтобы получить повышение, он должен немножко по-другому очень часто себя вести, делать то, что он до этого не делал. Потому что если бы до этого он это делал, его бы уже повысили. И, в общем-то, вот в вопросах повышения мы очень часто работаем вот с этим вот, ну, изменением поведения, адаптацией поведения клиента. И, в общем-то, мы начинаем строить план действия о том, как этому клиенту получить повышение. И этот план действий состоит из, там, повысить свою видимость компании. То есть пойти туда-сюда, поговорить с этим, третьим, четвертым, записаться на такое-то, глубже понять, в общем-то, бизнес, записаться на определенного рода мероприятия, чтобы поговорить с этими разного рода отделами. И также посмотреть очень важные элементы внутри компании. Я всегда говорю это, там, клиентам смотреть, вот эти все корпоративные истории о том, каковы ценности, ну, в общем-то, чтобы понимать, насколько мы, в общем-то, в теме. И клиент, это, кстати, даже можно сказать, что почти каждый, там, второй клиент начинает это делать, который вот в этой теме, он, ну, вот этот конкретный был особенно сложный. Он, как только я говорила, то есть мы начинали строить план действий, он говорил, что это невозможно. В общем-то, все, вот все, сто процентов действий, которые я предложила, в его глазах были невозможны. То есть пойдите туда, он начинает говорить, нет, этот не будет со мной разговаривать. Давайте пойдем, вот вам нужно пойти в тот отдел и узнать вот это. Тот отдел скажет, что я такой дурак, зачем я туда пришел. Вам нужно найти вот этот документ, его вообще у нас в компании не существует. И, в общем-то, в какой-то момент это было, скажем так, обычно клиенты, которые начинают в этой теме говорить, даже если они думают, что это невозможно, они более спокойно это говорят, что ли. То есть они не говорят вот прям, то есть здесь как это проигрывалось. Это было прям вот после каждого моего предложения. Это было не в конце. Ну вот, Наталья, конечно, я вас послушала, но я думаю, что вот это вот я попытаюсь. Обычно это вот средний вариант, он вот такой, да. Здесь это было прям вот в моменте. То есть это было даже перебивание какое-то меня. И вот нет, ну вот это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. И дальше, ну, у меня просто пришла ко мне мысль, как бы, а зачем вообще этот человек пришел, если он, ну, как бы, ну, не хочет пользоваться советами, которые я ему даю, да. И я просто, как бы, мне эта мысль пришла, и я ее проговорила. Я говорю, погодите, вот вы сейчас ко мне пришли для того, чтобы получить повышение в компании. Мы с вами разрабатываем план действий. Вы, как бы, с этим там согласны? Я говорю, мы разрабатываем план действий, и у меня такое ощущение, что как будто бы у вас-то вызывает жуткое сопротивление, что как будто бы вы, ну, сопротивляетесь. Вот это те вещи, которые вас приведут к повышению, но как будто бы вы не хотите их делать. Говорю я вот клиенту, и при этом думаю, что сейчас, ну, как бы, я еще странно выгляжу в его глазах, да, озвучивая такую гипотезу. И каково было мое удивление, когда он говорит, вы знаете, вообще-то действительно это так. Так, говорит он. Вообще-то, вы знаете, на самом деле я боюсь, говорит он. Я боюсь, что я не справлюсь. И, в общем-то, начинает рассказывать мне про свои страхи, которых он боится в случае, если это повышение состоится. И вот его как бы разрывает. Он как бы хочет и не хочет. И, в общем-то, мы это обсудили. Мы там сделали определенные техники по принятию решения. В общем, не буду здесь даваться подробностей. Там, свод сделали, там, этот квадрат декартовых координат, если кто карьерный консультант послушает. И, в общем, в результате вот ушли вроде на этом. И я получаю от клиента имейл буквально там в течение недели о том, что я сделал то и то. То есть он как бы не все сделал, но больше 50% он смог сделать. И он с таким удивлением написал, что, представляете, он со мной поговорил. И, представляете, вот эти вещи действительно в нашей компании существуют. Я их прочитал. Вот второй кейс про повышение. Классно. Ну, вы прям им терапию устраиваете. Я бы еще брала деньги за доп какой-то, доп надбавку. Потому что, ну, правда, это очень терапевтическая история. Вот кто есть, если коллеги есть, психологи, я не видела, там были двоечки. Нет, вы видите. Это, по сути, терапия, когда мы называем, что происходит с клиентом. Смотрите, первый момент. Опять же, много можно разных моментов здесь психологически смотреть. Во-первых, вот хочу еще перед разбором ответить. Кто-то писал, уже убежал комментарий по поводу того, что по предыдущему кейсу, что Наталья подняла ценность клиенту. Ну, и за счет этого был результат. Да, но обратите внимание, что поднятие ценности – это не говорить клиенту, вы такой ценный. Тут посмотрите, вы крутой, у вас… Нет, это разговоры в пользу бедных. Мы не слышим это. Люди не слышат это, когда им напрямую говорят. Ну, они слышат физически, но это не доходит. Да, здесь было поднятие ценности через поднятие собственной ценности. Вот этот момент просто зафиксируйте, да. Да, вот Наталья сказала себе, стоп, я ценный консультант. Ну, не буквально такими словами, но, в принципе, она внутри себя это сделала. И вот это работает на поднятие ценностей. Ну, это к предыдущему кейсу. По этому кейсу, смотрите. Что происходит в работе консультант-клиент, любой консультант? У вас с клиентом складываются такие же отношения, которые складываются у клиента во внешнем мире. То есть есть так называемая матрица отношений, то есть некая такая вот внутри заготовка, да, по образу и подобию которой мы начинаем формировать все отношения. Вот, там есть несколько типичных сценариев. Так вот, когда человек приходит к консультанту, он с консультантом создает те же отношения, которые у него есть в реальном мире. Даже если это одна сессия, она все равно есть некие отношения, как-то это складывается. И здесь, что очень важно, вы, Наталья, да, вы отследили эти отношения, осознали и вернули это клиенту. Потому что ровно то же у него происходит там с его начальником, с его, ну, что там, из-за этого у него проблемы на работе. Потому что он это не осознает. Вам это очевидно, что вы говорите, ну, послушайте, я вам что не предлагаю, вы мне нет, я вам предлагаю, вы мне нет. А он это не видит. Ну, вот, это так работают психические защиты. И он точно так же со своим начальником себя ведет. И начальник в тупике, он постоянно эту агрессию на себе чистит и думает, ну, е-мое, зачем мне с таким человеком работать. Он, может, мега крутой профессионал, но мне, блин, неприятно и некомфортно. Не буду я его повышать. Вот. И вы, ну, в данном кейсе, да, смотрите, что Наталья сделала. Она аккуратно с эмпатией вернула человеку, показала, отзеркалила, что происходит, да. И это, вот здесь момент, да, когда вы говорите, я ожидала, что он как-то странно, а он раз и расслабился. И он, смотрите, самая основная потребность человека – это быть понятым. Вот это самая глубинная важная потребность, чтобы меня понимали. Если меня понимают, меня как будто бы видят, значит, я есть, я живой. Ну, это если я в глубинном уровне. И всегда идет расслабление. Если вы верно сказали, верно назвали, что происходит, у человека идет расслабление. Все. И расслабление равно доверие. Все. И он смог, а здесь тоже, внимание, интересно, просто проговорить свои чувства, что ему страшно. И стало легче. Ничего дальше не надо делать, никаких танцев с бубнами, там, я не знаю, медитаций. Он просто смог это кому-то сказать, да. И кто-то смог нормально это выдержать, не утешая его, не убегая. Ну, да, страшно, ну, страшно менять. Ну, все, да, да. Все. И в этот момент идет внутри трансформация. И, соответственно, вот мы видим результат вовне, что другие результаты. Он вдруг увидел, что да, это возможно, и это возможно, и это возможно. И все, ну, там, 50%, по крайней мере, рекомендации можно сделать, и, естественно, получить другой результат. Вот. Ну, так, если коротко. Так, вижу, сразу пришел комментарий. А если наоборот ты себя ценишь, и есть лидерские качества и достижения, но тебя не ценят и не дают продвижения, и это регулярно, в чем тут может быть проблема? Проблема в том, что, ну, я со своей колокольни могу ответить, смотрите, все, что мы видим вовне, так или иначе отзеркаливает наше внутреннее. У вас внутри есть конфликт. Есть одна часть, которая говорит, ты классная, ну, ценит, и вторая, ту, которую вы не осознаете, но видите ее в других людях. Они говорят, нет, ты неценный и так далее. То есть есть внутри конфликт. Ну, это с моей колокольни. Действительно, если вы хотите, достижения, но тебя не ценят, не дают продвижения, ну, там, с моей колокольни, это про то, как бы, что вы сделали для того, чтобы это было видно, да? То есть вы, если себя цените, да, у вас и лидерские качества, а вот у вас есть ощущение, что вас не ценят, то, соответственно, как вы это продемонстрировали, ли вы это окружающему, показали ли вы это начальнику, приходили ли вы к нему с достижениями, чтобы это сказать, да? озвучивали бы идею того, что вы хотели бы расти по карьерному плану, то есть вот оно как бы сочетание, ну, скажем так, внутреннего и внешнего, да, собственно, вот прошло, и как бы, когда вот мы, я конкретно как карьерный консультант стала вот это все вместе объединять, конечно, это дало вообще наикрутейший результат, повторюсь, я вот, когда меня тоже спрашивают, а что вы там начинаете психологически сесть устраивать, нет, то есть я буквально говорю какую-то одну фразу, то есть я все понимаю, что там происходит, я озвучиваю это, да, то есть ни в коем случае я не иду и не начинаю спрашивать про то, там, какие были отношения с мамой или с папой. Нет. Смотрите, психологическая работа, еще раз, ну, есть вот это, может быть, на рынке так, есть часть не очень грамотных психологов, в общем, есть миф, что вы приходите к психологу, и психолог начинает там копать, я не знаю, до пра-пра-пра-пра бабушки, или там какие-то медитации, что-то еще устраивать. На самом деле, работа психолога, это работа по пониманию, что происходит внутри человека, и что происходит между нами сейчас в контакте, в общении. И иногда, даже вот по кейсам Натальи, смотрите, второй кейс, Наталья про это сказала, да, то есть была небольшая интервенция, да, внешняя. Предыдущий кейс, там не было вообще терапевтических внешних интервенций, вообще не было, это было внутри, да, но за счет вот этого понимания, что мое состояние влияет, да, просто вот то, что происходит внутри, вот это понимание переключения, оно дает внешний результат. То есть для клиента это вообще никак не, скажем, невидимо, да. Да, и вот, собственно, кто у нас был на таких мероприятиях, да, карьерном консалтинге, вот там мы как раз вот в курсе карьерных консалтантов, мы как раз делаем вот это вот сочетание, да, то есть мы рассматриваем кейси с этих двух сторон, возможно, сделаем еще какое-то там мероприятие по разбору кейсов, если кому-то... Ну, кстати, это же ваших кейсов. Да, если интересно, мы можем, да, могут как-то написать нам кейс, да? Да, 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 мы можем сделать. Здесь много карьерных консалтантов, которые, ну, в общем-то, хотели бы прийти тоже там на отдельное мероприятие и разобрать свои кейсы, вот там с моей стороны, со стороны Кристины, если вам это интересно, ставьте плюсик. Да, это классная идея, потому что, ну, мне кажется, вот на кейсах очень хорошо видно, да, вот как можно работать и с той составляющей, и с этой, и опять же, вот я очень хочу показать, что психология – это не что-то такое страшное, не копание, нет, это то, что может точечно очень усилить работу карьерного консалтанта, очень усилий, вот, и поэтому, если есть желание, да, пишите, с удовольствием сделаем такой эфир разбора. Ну что, берем третий еще кейс, есть у нас еще время? Или поотвечаем на вопросы? Ну, я думаю, что лучше на вопросы, если они есть, ну, мне кажется, два таких объемных хороших кейса получилось разных, да, вот, если есть вопросы, поотвечаем, а больше, я думаю, да, можем делать полноценный эфир и уже разобрать кейсы вот наших слушателей. Так, друзья, тогда у нас есть еще минут 10, мы эфиры там не делаем, двинночасовые, поэтому пишите ваши вопросы, да, либо, либо можете краткий кейс тоже свой написать, прямо сейчас можем там разобрать. Тоже проблема, не умею показывать свою значимость, и достижения перед руководителем. Кажется, что сами должны видеть по результатам, зачем хвастать? Вот, это вопрос тоже, вот пока вы так думаете, да, если мы опять же говорим, пока у вас есть эта идея в голове, вы не будете действовать определенным образом, то есть вы не будете то, что вы называете хвастать, приходить и показывать свою ценность, и это как загнутый круг, то есть поменяв идею в голове о том, что на самом деле вы можете прийти, и что необязательно он должен видеть, приняв идею, что необязательно он должен видеть, а может быть вы должны делать какое-то усилие, вы будете совершать другие действия. Это как бы выявило себя в источнике? То есть вот это вот не хвастаться, это на самом деле страх того, что если я покажу, какая я крутая, у других это что-то вызовет, ну, в общем-то, что-то нехорошее, вот, и как раз вот задача карьерного консультанта в работе с вами, это вот этот момент проработать, да, для того, чтобы вы могли выйти и сказать, ну, я крутая, вот классная я, да, и при этом не бояться, что какая-то будет не та реакция на вас, вот, точечно, да, Еще раз, карьерный консультант, его, ну, в нашем понимании с Натальей, его задача, опять же, никакие недлительные терапии, это точечно, увидеть, вот, что я, потому что, смотрите, вот, кто написал, да, комментарий, я уже не вижу, убежало имя, подумайте про то, скольких возможностей в жизни вы из-за этого лишились. Я не знаю вас, но я абсолютно уверена, что это очень много возможностей. Где бы вы сейчас не были, в какой точке, если бы вы могли себя показывать, вы были бы в точке 10х, как минимум. Так, и вот, да, тут много таких. На самом деле, это большая у нас, ну, в принципе, в России сложность, вот, это тоже связано, там, видимо, там, с установками определенными, да, продавать, просить повышение. И вообще, на самом деле, когда я даже делаю пост про то, что нужно себя продавать, это вызывает очень, слово продавать вызывает очень сильный негатив, хотя я намеренно использую слово продавать, мне нравится слово продавать, потому что мы говорим про рынок труда, но это вызывает негатив у большого количества людей, им сложно, вот, хвастаться, и это прям тоже такая большая, я, с моей стороны, считаю, там, чуть ли не пропагандистская работа, чтобы люди приняли, что, на самом деле, продавать себя это нужно и нормально. Да, продавать, продаж это вообще забота, смотрите, продаж это переключение фокуса внимания на другого человека, что ему надо, что я могу дать другому, да, что ценного я могу дать другому, какие у него желания, какие у него страхи, какие у него потребности, то есть, на самом деле, это переключение фокуса внимания, а, значит, любви, да, если в большом смысле, на другого человека. давайте возьмем какой-то кисть про похвастаться про продажи вот у кого есть вот так с клиентом ну я думаю может даже собственную ситуацию да можно написать разберем вот потому что да да есть это я у своих студентов тоже психологов это вообще у нас это еще сложнее приведите пожалуйста пример как органично показать свою ценность руководителю на самом деле пример что это как бы тема прям огромного там двухчасового какого-то мастер-класса но если очень вкратце вот то что кристина только что сказала понять что нужно ему понять что нужно вашему руководителю не что-то просто отстраненное делать ваша первая задача понять что нужно вашему руководителю очень часто вот если сейчас кто-то кейс не напишет а вот сейчас так и вижу кейс да немножко закончу очень многие это просто очень распространенная история с темой повышения вот этот вот он подлизывается и его повышать хотя на самом деле даже если извините он носит кофе своему начальнику то это то что важно его начальнику конечно вы знаете там что я не за это считаю что нужно повышать людей но тот другой которого повысили он просто понял что нужно в реальности начальнику и стал это демонстрировать и возможно какую-то часть вы видите из того что он демонстрировать а какую то что он ему говорит кабинете как он дает ему обратную связь как он я не знаю берет у него задания как он говорит что он сделает это прямо сейчас или в течение дня они там не понятно когда вот это наверняка вы не видите вы видите какую-то часть не в этом ваши клиенты или тот кто что там считает что повышает только каких-то, это очень распространено с темой, повышает только тех, кто там подлизывается. Вот этой части не видно. И на самом деле, если бы вы просто стали действовать таким же образом, поняв к вопросу, как показать ценность, что ему надо, я не говорю сейчас про кофе, а как ему надо, чтобы вы реагировали на задание. Вам надо, ваш руководитель хочет, чтобы вы быстро реагировали или медленно и все продумали. Ваш руководитель хочет, чтобы вы единолично все сделали или вовлекли команду. Вот про это. Вот думайте в этом направлении, пока в эфире могу вам так очень сжато это объяснять. Еще раз, мы уже видим в отношениях клиент-руководитель та же история. Как важно, чтобы главное потребность человека, чтобы его понимали. Понимали, что надо, когда кофе принести, когда унести, когда что или когда что сказать, как все преподнести. Точно так же в отношениях консультант-клиента. То, что на кейсах мы видели, когда есть понимание, что на самом деле с вами, да, ну, страшно. Все, человек раз, расслабился, он, ну, все, его поняли. И это самое-самое важное. Вот, кейс на написали, Кристина. Если клиент с недостаточным опытом выходит с идеей, что ему все должны, не пойму, это мое или клиента, но я точно вижу, что клиент завышает свои компетенции. Как вернуть его в адекват? Дайте, вот классный кейс, я бы его взяла на объемный разбор. Вот, но здесь я бы такую точечную, я бы обратила внимание, спросила, да, что вы чувствуете при том, когда он говорит, что вот меня все там, что там, что с ним делают? Нет, консультанту кажется, что клиент с недостаточным опытом хочет больше, чем нужно. Да, 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 да. Что как будто клиент завышает свои компетенции. То есть противоположная ситуация к моему первому кейсу. Здесь важно, опять же, понимать, что это вызывает. Да, вы так воспринимаете, что человек завышает, ну, то есть хочет многого, а сам, в общем-то, этого не достоин, да? Да, и что при этом вы чувствуете, когда он говорит про это, да? Когда он рассказывает, вот я хочу вот это и это. Это то, как вы думаете, что при этом, ну, какая эмоциональная реакция на это есть. И вот от этой реакции уже можно дальше понимать, что там происходит, да? Какая там составляющая именно эмоциональная в этом. Вот, но я бы взяла классный кейс, если хотите, можно взять его на разбор, на уже, ну, на объемный, потому что, ну, так вот, в двух словах здесь. Да, мы сделаем тогда анонс, на следующей неделе мы проведем, ну, такой прям разбор кейсов большой там в виде вебинара, все карьерные консультанты там могут позадавать свои кейсы, и вы прям, ну, сможете прийти в моменте его задать, либо мы заранее попросим, подумаем, как это организовать. Чтобы сейчас, потому что у нас время остается не очень много, давайте последний, наверное, кейс возьмем. Здравствуйте, спасибо за эфир. Можно ли изменить, запрашиваем УЗП, если при первом звонке от работодателя не был готов к обсуждению и назвала меньшую сумму, можно ли просить чуть больше? Ну, это не совсем психологический вопрос, но, конечно же, если при первом звонке от работодателя не был готов к обсуждению, да, с пометкой о том, что вы, ну, с аргументацией, да, что вы знаете, при первом звонке я не был готов к обсуждению, сейчас я увидел, что предлагает рынок, и сейчас я оцениваю себя вот таким образом. Это если очень в таком, в кратком приближении. Друзья, если есть еще вопросы кейси вот по такому психологическому аспекту, пишите, мы с Кристиной обязательно ответим. Вот еще к предыдущему, да, про то, что клиент завышает адекватно, завышает или не завышает, я бы вот с точки зрения HR тоже, я бы не стала, ну, в общем-то, самое главное, вот эти все реакции, которые ваши первые возникают, ну, не думать про то, что это вот 100% так и есть, да, что, ну, уходить от собственной оценки, это прям супер важно. Да, 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 да. Это, ну, это так. Наталья, кто ваша ЦА? Моя целевая аудитория? У меня несколько подвидов ЦА. Первая ЦА – это ребята, которые хотят попасть в международную или топовую российскую компанию, то есть как карьерный консультант. У меня есть несколько видов. У меня есть вторая ЦА – это рекрутеры, которые хотят научиться быть рекрутерами. Третья – это карьерные консультанты, которые хотят стать профессиональными карьерными консультантами. Поэтому у моей ЦА уже сегментировалась, скажем так. Так, вопросов пока я не вижу. Давайте еще подождем буквально. Если нет вопросов, ставьте плюс, если это было полезно. И тогда мы будем понимать, что мы будем завершать эфир. Ну, да, и тогда кейсы как-то можно, да, будет написать? Мы подумаем, да, как это организовать. Как организовать? У меня просто наушники садятся, сейчас, наверное, уже это. Наушники сами завершат эфир. Так. Ну, совершенно точно, мы объявим дату, когда мы сможем организовать такой большой прям разбор этих кейсов. И дальше, если мы подумаем о том, в моменте ли можно их разбирать, или надо, чтобы там кто-то выбрать, да, и сделаем этот анонс. Ну, я думаю, что очень, в любом случае, я бы хотела остановиться вот этой темой, как продавать себя, хвалиться и так далее. И тоже был классный вопрос про то, как, когда кажется, что клиент завышает, ну, то есть свои требования и так далее. Там тоже очень-очень, такой интересный есть психологический момент, просто его надо раскрыть здесь уже, ну, нам хотя бы 20-30 минут взять на этот кейс, было бы здорово. Я, преподаватель, интуитивно слежу за вами, чтобы повышать свою ценность. Спасибо. Если я не знаю, из какого выканта, из моего или Кристинина. Так, ну, все тогда. Пока вопросов больше нет, друзья. Ну, все тогда. Я думаю, мы будем завершать. До новых встреч. Большое спасибо, Кристина, за то, что к нам пришли и прокомментировали с психологической стороны все эти истории. Тоже очень интересно всегда получить взгляд со стороны. Спасибо большое за приглашение. Вот, спасибо за внимание участникам. Рада была, что они так вот заочно познакомятся. Да, сейчас будут тогда сохранять эфир и вешать его в ИГТВ. Все. Пока-пока. Все, счастливо. Я автоматически отключусь. Да, я сейчас его завершу, и все автоматически отключатся. Окей. Все, хорошего дня. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok